Кузин надеется так хорошо в Америке и не вернётесь в Беларусь. Почему? Я всегда ездил, дорогой Кузин. Я никогда не сидел на месте. Я со своих 20 лет примерно 50-50 проводил времени в Беларуси и в других странах, в разных странах. Я жил и в Киеве, я жил в Москве, я жил в Лондоне, я жил в Париже, я жил в Берлине. Вот как сейчас помню месяца сколько? Наверное, 3. Я 7 месяцев жил в Лос-Анджелесе. То есть я ездил. Здесь не вопрос, я всегда вернусь в Беларусь, но я и буду продолжать ездить по всему миру, потому что у меня такая работа, такая миссия делать международные проекты в том числе. Так, за победу пишут, за победу Энзмараули, давайте. Кстати, про победу. Вернёмся к нашим делам. Сейчас, значит, Координационный Совет Беларуси запускает серию слушаний, посвящённых стратегии демократизации Беларуси после победы над Лукашенко. Огромнейший документ, не знаю, там опять на десятки страниц, значит, с вариантами, как демократизировать Беларусь. Сразу ли разрабатывать Конституцию, потом проводить выборы, или сначала вернуться к Конституции 1994 года и проводить выборы. А, да, значит, как там взаимодействовать демократическим силам, органам власти и всякое такое. На самом деле, я им задал один вопрос. Я говорю, замечательно, что вы, дорогие члены Координационного Совета, думаете о том, значит, как преобразовывать Беларусь после победы. А вот как к победе прийти? Вас не интересует? Почему не начать со стратегии прихода к победе? А не заниматься? Сейчас будет там, не знаю, 6 или 7 или 8 сессий. Они будут обсуждать, значит, что-то там после победы. Потому что, как мне кажется, после победы конфигурацию вообще реформ будет определять никакой не Координационный Совет и не наши эти документы. А та сила, которая победит. И те политики, которые придут к власти. Власть определяет стратегию. Поэтому, ну, как бы, понятно, что очень интересно делить шкуру неубитого медведя. Да, это самое любимое белорусское занятие. Но, может, сначала все-таки подумать, как этого медведя завалить. Может, заниматься надо сейчас разработкой ближайших шагов, чем мы сейчас должны заниматься. А не тем, что там будет после победы. Ну, понятно, что после победы понадобится демократизация, свободные выборы и так далее. Это все и так понятно. Это, ну, как бы, общее место. Новый парламент. Ну, понятно. Но попытка сейчас это в деталях все, как бы, расписывать, это сизифов труд. Абсолютно сизифов труд. То есть, бессмысленное занятие, потому что реальность будет совершенно другой. И эту реальность будут определять люди, которые реально придут к власти. Но нет, вот, заниматься, как бы, поиском пути к победе, им неинтересно. И неинтересная тема никому. То есть, она сама как-то должна произойти, эта победа. Режим должен сам пасть. Хотя само ничего не падает. Надо над этим, как бы, трудиться и идти к этому. А вот что будет после победы, да, им очень интересно. Ну, понаблюдайте. Я надеюсь, что эти слушания будут открытыми. У кого есть терпение и силы, могут их, так сказать, эти слушания обозреть. Да. Сейчас я даже гляну. Да, вот, вот, будет слушание, обсуждение, значит, восстановление конституционного порядка. Проведение демократических выборов. Обеспечение работы системы государственного управления, предоставления услуг населению. Соблюдение международного законодательства. Обеспечение экономической стабильности. Кроки для национальных одражения. Обеспечение общественной поддержки реформ. Переходный период. То есть, ну, просто, вот, они все лето будут, и все это расписано аж там до 6 сентября, обсуждать вот эту гигантскую паперу о том, как обустроить, вот, помните, было это, как обустроить Россию, да, писал Солженицын, по-моему. Вот здесь будет, как обустроить Беларусь на 500 страницах, которая в итоге никому не будет нужна, потому что к власти могут прийти какой-нибудь там Щегельский, и которому это 100 лет не надо, это бумажка, или БНФ, у которых своя программа «Вольная Беларусь». Ну, мы все будем тратить, ну, вот, мы все на это будем тратить силы и время. Ну, ладно. Что могу сказать? Вот. Ну, все равно это лучше, чем ничего совсем.